А мы говорим о том, что мы собрались в канун Нового года или мы об этом не говорим? Итак, дорогие телезрители, сегодня мы собрались в замечательном составе коллег и друзей с компанией John Dory. Сегодня у нас пятеро, достаточно большой состав для нашего шоу «Как это есть». И сегодня мы приготовили для вас спецвыпуск. Мы будем вместе готовить, мы будем готовить блюдо к новогоднему столу. Это будет очень сложное блюдо, и специально для этого мы позвали профессионалов своего дела. Это и Миша, и Арсений, и Дима, и Кирилл за кадром. Ну и я буду тоже вам помогать. Поэтому, ну что, поехали? Вперед! Ура! Смотрите, мне кажется так, что сегодня все блюда довольно сложные, поэтому нам будет очень тяжело определить, кто именно что будет готовить. Начнем мы с дикого Себаса, запеченного в соли. Предлагаю разбиться на камень-ножницы. Кто готовит дикого Себаса? Полетели. Да, это будет очень интересно. Так, а готовит тот кто выигрывает или тот кто проигрывает? А ты бы так, как хотел. Пожалуй, я бы хотел выиграть и не готовить. Хорошо, проигравший готовит Себаса. Полетели. Я бы взялся за бой Вас. До одной победы. Без колодца. Раз, два, три. Отлично. Так, Дима не готовит. Полетели. Раз, два, три. Отлично. Все, мы с тобой готовим. Полетели. Итак, дикый Себас. Миша, ты когда-нибудь готовил рыбу в соли? Нет, не раз. Много об этом говорил, но ни разу не готовил. Тогда ты будешь моим су-шефом. Я буду тебе помогать. Значит, для начала, что нам нужно? Нам нужна, смотрите, что нужно для того, чтобы приготовить дикого Себаса в соли? Значит, нужен сам по себе дикий Себас. Либо это может быть обычный Себас, это может быть фидорадо. В целом, любая рыба с чешуей подойдет для приготовления в соли. Почему именно с чешуей? Потому что в процессе запекания рыбы чешуя, она вот не даст лишней соли пройти, проникнуть в нежнейшее мясо. Соответственно, Себас у нас есть. Рыбу нужно обязательно потрошить. Вообще, многие говорят, что... Кто-то говорит, что можно не потрошить рыбу. Я, допустим, сторонник того, что лучше ее все-таки вы потрошить. Чешую ни в коем случае не снимаем. Жабры удаляем. В принципе, фишмонгеры уже подготовили рыбу как раз-таки для этого рецепта. Также нам понадобится морская соль. Крупная морская соль. Важно, чтобы она была именно крупная. Это позволит создать правильную такую соляную корку. Ну и также это гораздо более эстетично выглядит уже в конечном блюде. Значит, есть соль, туда добавляем воду. Да, значит, что мы сейчас делаем? Смотри, процесс следующий. Мы берем большую противень. Или, точнее, большой противень, правильно сказать? Большой противень. Мы берем соль. Кто-то использует яичный белок, вот смешивает его с солью. Мы будем использовать самый такой простой рецепт. Будем использовать просто воду. Соответственно, Миш, значит, держи тебе соль. Сразу замешивать с соляной растворкой? Да, будем замешивать с соляной растворкой. Соляную кашу. Значит, сейчас попробуй на глаз. Лени туда водичку. Так. Вот, все пока хватит. И теперь так, аккуратненькими такими движениями, двумя руками, мощными руками размешивайся. Она должна стать такая немножко вязкая. Ты сам почувствуешь. Я чувствую, что еще надо. Так. Ну что, получаешь? Еще надо еще. Еще. Все. Что чувствуешь? То есть, смотри, ты сейчас сделаешь такую подушечку из соли. Да, я понимаю. И она должна так чуть-чуть скрепиться. Когда рыба попадет в духовку с солью, влага испарится, и соль затвердеет. Получится такая соляной панцирь. Ну что скажешь? Еще немножко. Давай. Все, все. Мне кажется, то, что надо. То, что надо? Ладно, не переборщить, чтобы она уже не начала растекать. Все хорошо, да? Теперь, ну, начиная только по форме грубо говоря. Какого масла, ничего не надо. Ничего абсолютно не надо, да. Надо сформовать такую подушечку. Так, подожди, только смотри. Соли нужно оставить сверху больше. Снизу будет проще нам, да. По длине рыбы. Сейчас мы мы что-то излишки уберем. Хорошо. Где-то, я думаю, полсантиметра точно должен быть панцирь. Так. Кладем рыбу. Оп. Все, отлично. Так, но здесь есть момент, смотри. Надо закрыть, да, закрыть. Вот так вот, давай, закроем. Оп. Давай, все, чтобы соль не хватило. Оп, сейчас мы распаковываемся. Давай. Охоже можно оставить, охоже. Рецепт достаточно сложный, поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Самое главное, это пропорция соли. Нужно обязательно утрамбовать. И, как учили в французских школах, в самом конце сделать такую имитацию рыбного плавничка. Вот так вот, видишь? Хвостик, да? Да, сделать хвостик, это важно. Вот, вот он. Сейчас. Я предлагаю вот так вот лишнюю соль, видишь, добавить в такую дуду. Вот. Может, мы можем потоньше сделать? Давай, немножко добавим хвостик, чтобы, да, была у нас красота максимальная. Отлично. Мне кажется, что получилось очень круто. И теперь эту рыбу нужно отправить в духовку. В духовочку. Я хочу это упомянуть, при какой температуре. Да, ну, давайте проверим познание. Я уверен, что Дима, конечно, точно знает, при какой. Ну, я бы, допустим, отправил бы на градусов 200, 180-200. И я думаю, что такую рыбу я бы отправил на минут 40. Все верно? Нормально? Огонь. И на конвекцию поставить. Правильно? Конвекция подойдет. Ну, все, отлично. Где-то около 25 минут на 500 грамм рыбы по запеканию 200 градусов. Я забираю? Да, шикардос. Так, Миша, твое право передать Диме эту рыбу замечательную. Какая красотка. Красотка. К сожалению, готовиться нам будет закатом. Но мы пока в финале есть датка. Так, отлично. Мы с тобой на пробах победителей сейчас можем выбрать какие-то блюда, которые будут готовить наши коллеги. Что ты думаешь, какие блюда ты бы хотел передать? Я бы передал краба. Краба? Да. Краба и что-то еще может быть. Давай, второе. Салат. Салат может быть сложновато. Бутеры. Давай, давай, бутеры. Да, бутеры, бутеры, бутеры. Тогда передаем крабы и бутеры. Салат? Салат мы с тобой будем, значит, сгибать. Бутеры. Значит, тогда все. Краб и бутеры. Давайте, ребята, с Богом. Это будет очень сложное блюдо. Мы желаем вам удачи. Даже с на передачи микрофона. Даже с на передачи микрофона. Пожалуйста. Конечно. На самом деле, мы взяли все самые простые блюда, поэтому все будет очень просто. Я только хотел сказать, что нам накинули ту самую сложную задачу, и мы с тобой должны с ней героически справиться. Конечно, мы это сделаем. Конечно, мы это сделаем. Хорошо. Ну, тогда начинаем. Мы готовим... Мы готовим следующее блюдо. Мы готовим что-то с крабом. С бонусом можем даже устрица открыть, чтобы ребята думали, что... Ну, это посмотрим. Это смотря, как они себя будут вести. Хорошо. Хорошо. Значит, мы делаем краб. Сейчас для этого мы достаем прекрасные, прекрасные наши конечности краба, которые Джон Дори абсолютно профессионально упаковал по 400-500 грамм. Это выглядит просто шикарно. Так, Дима. Это мне. Да. Открываем. Что нам остается? Нам остается открыть, посмотреть, полюбоваться. Так. Взять ножнички, разобрать. Он должен немножко подразморозиться. У нас уже есть подготовленное чесночное масло. Это топленое сливочное масло. Мы избавились от патоки, от белой составляющей. Это просто прозрачное сливочное масло. Смотрите, все очень просто. Мы берем просто сливочное масло. Мы кладем его в кастрюлю, в сотейник, ставим на минимальную температуру. Кладем туда зубчик чеснока и топим. Мы видим, наблюдаем, что чеснок начинает отдавать свой вкус. Отдает свой вкус. Масло отслаивается. И мы потом просто отслоившееся масло, прозрачное, выливаем в отдельный сотейничек. Вы прям будете видеть, как патока опускается вниз, а наверх поднимается вот этот гид, так называемый, топленое масло. И все. И ничего сложного. Сольки, соль мы не добавляем, потому что мы понимаем, что это все вот эти вещи. Камчатский краб, можете брать лобстер, она все уже достаточно солоноватая, потому что она живет в открытом океане, в соленой воде. Она уже пропитана солью, поэтому мы туда не добавляем. Для вкуса можем добавить черный перец. Дима, у меня есть к тебе один вопрос. Слушай, а краба нам нужно еще? Конечно же, мы все знаем, что он уже в море отварен. Почему? Вопрос вполне, мне кажется, уместен. Мы знаем, что он, конечно, отварен уже в море, но я где-то слышал, что его можно еще кинуть на минутку в кипящую воду. Это уже на самом деле по вкусу. Я на самом деле его употребляю в таком виде. То есть я разрезаю, просто пробую. Да, действительно, он может быть солоноват, и можно действительно проварить в нему. Чтобы чуть-чуть отдал соли. Чтобы, да, избавиться от излишка соли. Это уже все на ваше усмотрение. Но сегодня мы будем делать так, как хочешь ты, дорогой. Все верно. Хорошо. Теперь что, мы должны разрезать? Мы должны разрезать. Я думаю, что мы можем прогореть следующие позиции. И будем параллельно заниматься. Краб пока у нас отдыхает. Он пока отдыхает. Ну и второе самое сложное блюдо, которое мы делаем, это бутеры. Это бутеры. Мы должны делать новогодние бутеры. У нас есть икра. Причем два вида. У нас есть горбуша, есть кита. Конечно, это для тех, собственно говоря, каждый человек может выбрать зернышко побольше, либо поменьше. Горбуша у нас зернышко поменьше. Кита у нас зернышко побольше. Но это все дело вкуса, потому что обе этих икры абсолютно потрясающие. Они без консервантов, сухие, хрустящие, во рту лопаются. Обалденные. Просто взрыв вкуса. Да, да, да. В прямом смысле. Поэтому у нас есть вот эти два вида. Мы, в принципе, оба их сейчас и задействуем. Также у нас есть потрясающий лосось по одной штучке. Немножечко раз тормошим его. Чтобы вы все увидели, как это выглядит. Да, чтобы можно было его сейчас нам хорошо добавить на бутерброды, мы сейчас вывешем. Это не видимо их бутерброды. Слушай, одни ручки у нас нет. Уже? Уже холостястый. Да, да. Это у нас холостястый. У нас своя методика приготовления бутербродиком. Дима, где хлеб? Я не понял. Хлеб, я дорезаю. Я уже здесь. Давай быстро. Почему я не вижу хлеба и масла еще? Лосось уже готов. Дима, где хлеб? Вот так. Посмотрите на эту текстуру, на этот цвет. Это же вообще просто произведение стучки. Но все это делаем, кстати говоря, сами. Никаких консервантов. Только щипа. Ольхи и мука. Или это уже скрытая информация, которую нельзя разглашать. Черт. Ладно, я рассказал мне все секреты. Начнет коптить дома. Я не рассказал еще все секреты приготовления. Я беру масло. Срочно. Срочно. Масло жалеть не нужно. Масло, конечно, не от Джон Дори. Оно от... Я думаю. Я запикаю это. Хорошо. хорошо так еще то есть ты хочешь использовать весь хлеб весь наверное не хочу хорошо но у нас есть еще палтус палтус перед тобой думаю что нам нужно его обязательно задействовать потому что это также очень клевая штука мы очень гордимся этой рецептурой этим продуктом которые мы с ребятами воссоздали на нашей фабрике кухни есть вероятно что наш краб не отошел может мы отложим его на следующую сцену пока он отходит дима как ты думаешь палтус тоже маслица да безусловно понятно понятно что он жирный да но палтус маслом не испортишь саки так что же у нас осталось я думаю что сибас готовится ему нужно еще где-то полчасика в теории мы на самом деле можем приступать с гарниром гарниры гарнир что это гарнира мы взяли какие-то базовые вещи это руккола овощи маты тома гаданские до авокадо ну и соответственно в джон-доре вы можете приобрести морепродукты которые можно использовать с этим салатом для в нашем случае это наши фирменные банки ну ладно ребята сами расскажут что мы забираем и хлебом а мы вернемся скоро с крабом спасибо до одного встречи так кирилл мы все это убираем и освобождаем место отлично так что мы готовим какие у нас вообще ингредиенты у нас есть руккола оттого отлично руккола уже мытая супер да чилистские мидии так креветки вафу отлично осьминог по-галисийски так то есть мы готовим наша задача что приготовить гарниры закуски какие-то правильно у нас есть осьминог по-галисийски он уже имеет свой вкус у него есть определенная дополнительный ингредиент какие-то овощи есть я предлагаю не все это не мешать а сделать отдельно что можно было отдельно попробовать допустим ты сможешь проводить осьминога там допустим закусить рукколой там закусить как-то это томатами авокадо плюс будут креветки при сбу чилистские мидии можно все будет миксовать пробовать какие-то по закуске тапасы в таком испанском стиле давайте для начала приготовим руккола что тут приготовление в принципе все просто еще берем так я думаю что достаточно даже наверно так алимасло кто-то привез путешествие мне кажется это нефильтрованное оливковое масло первого холодного отжима она вообще просто аромат просто идеально у него диск это снова как как раз нова до появилась так ну что я бы вот так вот аккуратно вывод уже бы прям скажем так сервировал бы на тарелку чтобы видеть уже какой-то конечный результат как это будет у нас выглядеть вот так вот так ну что что у нас здесь расскажи бишка как вот значит есть вот асьминог по-голесийски как тебе ты живу сам чили семьяном чесноком и копченой паприкой очень вкусный осьминог хорошо сварен нежный не резиновый ну по сути вот мы старались сделать такую вариацию на голесийского осьминога при этом у нас есть и принцип мы стараемся по большей части использовать рыбу морепродукт вообще в классическом галесийском осьминоге есть еще картофель и соусы айоль да но у нас наших интерпретация у нас в основном это осьминог но при этом за счет дополнительных гарнировки дополнительной гарнировки и копченой паприки конечно вкус галесийского осьминога здесь абсолютно точно присутствует так я тогда буду его потихонечку выкладываю щипцы да да у меня будет щипцы подживать дальше мидии хорошо это у нас что в мидии в итальянском нити в итальянском да наш новый рецепт потому что там оливковое масло петрушка красный лук чеснок также я добавлю реветки в соусе вафу такой тайский вкус лукшнит имбирь лимонграсс что самое интересное это то насколько мы быстро ну уже у нас почти готово да почти готово хорошо я тогда приступаю к авокадо ну это уже шедевр поперчу сказать что то что выкладываете закуски в баночках всегда остается очень ароматное масло то тоже оливковое масло с различными специями добавки всегда можно использовать для салата отличное замечание и мы как раз и подразумеваем здесь в этом блюде можно будет получается по сути на этой тарелке у нас находится разум 3 может быть даже больше салат то есть можно да совершенно разные вкусы и у здесь у каждого продукта есть своя функция то есть как я это вижу у осьминога есть функция ну такого сильного вкуса аромата и сам по себе продукт уже наделен этими свойствами принципе здесь все продукты наделены такими свойствами но нельзя просто там объедаться только осьминогом или мидиями клетки поэтому есть какие-то таки более нейтральные продукты которые помогут снять послевкусие и исполна насладиться каждым из основных блюд белковых ну что я доволен лежали можем приготовили его хорошо спальню сейчас тоже займемся мы вернулись мы вернулись с крабом из устрицы из устрицы я беру краба на себя дима берет на себе устрицы да здесь механическая работа мы открываем готовим готовимся приходу гостей они вот-вот уже 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 подъезжают до права мы полностью не достаем мясо можно полностью достать но мы предпочитаем этот рецепт скажем так разрезать панцирь с одной стороны развернуть его и соответственно выложить на тарелочку и дочь уже немножко поработать с топленым маслом поэтому для этого берем краб великолепно посмотрите на его содержание мяса это стопроцентное содержание мельчайший обычно вот самое тонкое тонкий панцирь и внутри огромное количество мяса настоящий настоящий камчатский краб такую плодность вы видите только в крабовой палочке но это поверьте это настоящий краб камчатский краб давай мы себе дадим вот так сочно это просто течь он течет просто дима ты можешь принципе приступать я приступаю не наблюдать я не просто я хочу посмотреть на что будет внутри ты посмотришь потом другой так мне кстати для устриц понадобится соль можно выкладывать на лед можно выкладывать на соль безусловно будем использовать соль для красоты ну это точно про удивить гостей вообще значит это вот вы представляете можно просто заскочить в гондоре на у себя на райончике и полностью сделать новый год мне что можно заканчивать на этом все а ты уже устрицы сделал какой молодец а класс что за устрицы дима быстро это фендеклеры по вкусу салона как я не учил тебя как тебе же не учил я соседями давно не роботок глоток аромат аромат и сперва чувствуешь аромат легкий бриз солоноват и потом просто делаешь глоток моря моря осталось напоследок у нас его из программы боя дать мой любимый потому что он спасет первое число точно надеюсь спасет бобас очень вкусная конечно супчик прекрасный один из моих любимых дима ты любишь бобас да мне нравятся такие пряные супы однородной консистенции я очень люблю они очень хорошо они хорошо кушают скажи из чего мы делаем как мы делаем бобас ну опять же не могу рассказать все секреты ну расскажи хотя бы чуть-чуть при открой дверь вообще это французский суп марсельский все очень просто включай мне пока корочку давайте мы расскажем технологию вам нужно просто закипятить и добавить туда микс морепродуктов которые вы тоже приобретете у нас компания джундури и просто разморозить вскрыть пакет залить суп довести до кипения положить туда морепродукты прокипятить две минутки две-три минутки и все готово ну а теперь чуть-чуть вообще просто здесь ну вообще так как мы рыбная компания понятно что мы делаем это все из рыбы и морепродуктов основными ингредиентами которые дают приятный вкус это рыбный бульон мы используем и красную и белую рыбу мы используем северную креветку которая дает такой слегка пряный не похоже ни на что вкус я бы даже что-то вкус умами мы используем панцирь и креветок еще дополнительно мы их обжариваем чтобы они отдали дополнительно свой аромат все это протушиваем с овощами потом пробиваем блендеруем жаль дорогие гости что вы не чувствуете аромат вот чувствуешь есть такое вот что-то при она и че маминами вот не знаю я это называют вкус асфальта он такой знаешь после дождя что такое только миш никогда так не говори гостям что это суп со вкусом асфальта после дождя закидывай надо сбить температуру закинул все правильно доводим опять до кипения убавляем температуру и ждем две минутки а такая штучка нам нужна да 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 как раз для того чтобы разлить у меня конечно внутренние часы не очень хорошо работают у меня есть подозрение что не просто учитывая то как оно быстро закипело мне кажется что здесь все готово да я выключаю разливаем нет раздавать будешь ты хорошо я могу только помешиваю я уже слышу как стучатся гости в дверь красота ты посмотри что мы здесь видим и кальмар и осьминог и гребешок и креветка и мидия и ушечки побольше мы потом еще разложим морепродукты а потом сверху тебе ледней хорошо это просто липота это заряд на весь следующий год есть еще маленькие секреты мы берем чудо оливкового масла из франции Евгений привез нам из Испании далеко вуаля вуаля ну что ввозь программы ввозь программы у нас остался ну что для гостей программы вы передавайте эстафет ребятам то что мы коньяка днем и продажом это вообще я вот не знаю то есть я так никогда не делал так а может быть может брать или может проплавить слушай а мы точно будем поджигать не ну можно она зародится так и сейчас эти усы спали ну он вообще классненький получился и дыши у вас получилось повара да понятно что здесь замурована рыба да ну что по просьбе трудящихся говорится нам предложили и они еще немножко поджать для антуража давай будем пробовать что происходит что происходит и хвостик давай пробуем я бы прям так его бы и подавал да и так вымочишь дикий сибас свежайший голландский под парень и шок стреляет соль можно даже немного руки так прогреть знаешь супер она просто забыли кстати что важно немножко подрумянивание эффект происходит чтобы прям внешний вид дополнительный придать миша что скажешь соль стиля это прям получилось нет это это вынести в зал для гостей это просто гвоздь это огонь это огонь лично отлично отлично миша макараля к а как и рубиться просто я покажу тебе смотри хочешь ты сам давайте я будешь живу да не не спорти аккуратненько бери и вот так вот просто не надо подожди вот вот чем мы найдем точку раскапать надо крупные что поставить вот смотри вот в городу наш сибасик смотрите а вот именно когда крупные кусочки на проще раз чешуя у него очень плотно хочу вам сказать не ну не просто режется я скажу честно здесь есть нужно нужно несколько сибас таких приготовить и найти такое количество вот по времени приготовления чтобы вот здесь кости вот эти брюшны они должны оставаться на позвонке это идеальное время приготовления рыбы то есть когда они уже отходят значит что рыбы можно было бы смело готовить меньше у нас они уже отошли мы может быть хочется могли бы чуть-чуть меньше и длительные кости остались на мясе они сейчас останутся да на филе мы будем отдельно получается убирать миша бы такую рыбу дома приготовился я бы дома мне кажется было бы шоу все все бы семьей мы смотрели бы все были бы увлечены и поджигал бы конечно мы поджигали тут было карты еще полы до поле так что здесь у нас спаржа мы ее предварительно почистили обжарили на сковородке добавляли немножко воду чтобы она так чуть-чуть пропарилась ну и дальше уже в принципе в дожарили на оливковом масле добавлением чеснока такой стандартный простой рецепт в принципе жареный спарж очень хорошо ну что мы справились буквально за час приготовили вот этот замечательный новогодний стол что у нас здесь и крутые бутеры и усиленный бутерброд арсения и суп в бс для первого числа и краб устрицы финдеклер глоток моря и дикий сибас в соли со спаржей со спаржей и отличный салат с гарнирами с авокадо с рухало с томатами осьминоги мидии креветки всего-то за какой-то час мы с вами собрали настоящий новогодний стол мне кажется что это отличный результат у нас все получилось да давайте я предлагаю для начала первый раз выпить за нашу проделанную работу есть такое предложение потому что все таки мне кажется что результат он оправдывает абсолютно все ожидания я когда ехал сюда сегодня я не знал что получится на выходе но по факту получилось круто ребята давайте наступающейся заступающим пару комментариев как вам сводишься готовка как вам как 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 вам кажется что было сложнее что было проще приготовить или в целом все было как-то нам как пиздать да мне мне кажется что было легко только самое сложное да это было разобрать дикого сибаса достать себе именно разборовать соли остальное все было элементарно это прекрасно что мы можем создать такой праздничный он реально очень красивый да стол такой богатый потратить на это всего лишь час времени я считаю с этим готов справиться каждый поэтому и мы там доказательства у нас же получилось что мне нравится больше всего что здесь есть прям много всего и со всего мира здесь и икра и и палтус и лосось и осьминоги и и можно просто вот наслаждаться мне кажется прям не хватает только свечки и какой-то не знаю правильного музыкального сопровождения душевного душевного душевную какой-то не знаю квартиры кто где будет готовить кухни и посиделка может затянуться мне кажется что чуть ли не до утра да а с другой стороны здесь еще есть все начиная с закусок заканчивая горячим это прекрасно хочу всем сказать огромное спасибо особенно тем кто досмотрел это видео до самого конца мы очень старались это эпично мы хотим пожелательную я хочу пожелать всем вам новому году только одного я хочу чтобы ваши столы были наполнены классными вкусными продуктами чтобы ваши животы всегда были сыты и чтобы ваши вкусовые рецепторы радовались новым вкусом а мы в компании джон дали мы будем стараться помогать вам в этом спасибо большое ура 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 так ну что ж я хочу попросту все кажется музыка решается а и